МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания ГОРД. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы этого выпуска. Пешеходной зоны на почтовой сегодня нарушителей не было, зато на Лыбецком бульваре истинная прорва. В этом убедились наши корреспонденты. Давай, до свидания! Рязанские полицейские провели очередной рейд, по нелегальным мигрантам. Голубая тема января. В России обсуждается открытое письмо актера Ивана Хлобыстина президенту и комментарий в этой связи священника Всеволода Чаплина. А теперь во всем подробнее. Одним из самых обсуждаемых мнений начала года стало заявление председателя Синодального отдела Русской Православной Церкви Всеволода Чаплина, озвученное в интервью газете «Известия». Священник сказал, что вопрос о целесообразности введения наказания для геев должен решать народ, скажем, на референдуме. Дело в том, что чуть ранее ввести уголовную статью за мужеложество предложил известный актер, режиссер, а когда-то и священнослужитель Иван Ахлобыстин. Он обратился с открытым электронным письмом к российскому президенту. Как верующий человек к верующему. Пишет Ахлобыстин, что действующего закона о гей-пропаганде недостаточно, что если меры не ужесточить, то геи получат статус социальной группы и так далее. Письмо появилось в рождественские праздники. В своем твиттере Иван Ахлобыстин высказался, что день рождения Христа – это самое время приводить землю в порядок. Что касается Всеволода Чаплина, то, по его мнению, подобного рода, с позволения сказать, контакты, должны быть полностью исключены из жизни нашего общества. Позиция православной церкви по голубому вопросу всегда была однозначно. Как бы политически не было выгодно или невыгодно принятие однополых браков или вообще даже допустимости свободной любви, церковь всегда была и будет против и всегда будет считать браком только союз мужчины и женщины. Если за хорошее качество дорог, если за хорошее качество обслуживания, за европейское государство нам придется поплатиться однополыми браками, то пусть лучше этого не будет. Пусть лучше у нас будут плохие дороги, пусть лучше у нас будет плохое качество обслуживания, пусть у нас будет какая-то бюрократия, но зато нравственно наши дети будут расти в традиционном нравственном государстве. Краткоисторическая справка. Председатель ОГПУ Генрих Егода в 1933 году направил Сталину докладную записку о том, что раскрыто несколько групп в Москве и Ленинграде, которые занимались созданием сети салонов, очагов, притонов и других организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки. Сталин был краток в резолюции, надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее постановление. Статья держалась в уголовном кодзексе до постперестроечного 1993 года, а потом понемногу как-то сошла на нет. Россия, таким образом, по мнению тогдашних политиков, становилась ближе к Европе. Даже звучит как-то двусмысленно. Теперь в нашей стране идет речь всего лишь об уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма. Он был внесен в Госдуму лет этак 10 назад и с тех пор продвигается ни шатка, ни валка. Однако есть закон о запрещении такой пропаганды среди несовершеннолетних. Надо сказать, что в 2006 году Рязанская областная дума первой запретила пропаганду гомосексуализма, за ней потянулись и другие российские регионы. Другое дело, работают ли у нас эти законы в полную силу. К другим темам. Сегодня мы продолжили исследование вопроса о парковках и движении автотранспорта в пешеходных зонах Рязани, рассказывает Глеб Галушкин. Нынешний полицейский рейд прошел на пешеходной улице Почтовой. Перед новогодними праздниками со стороны улиц Ленина и Мюнстерской установили железные ограждения. Заезд и незаконная парковка автомобилей на Рязанском Арбате стало вроде бы невозможно. Однако буквально через пару дней одно из ограждений таинственным образом исчезло, а стали сторчать из земли лишь металлические основания. Еще в пятницу утром съемочная группа смогла сделать на Почтовой вот такие видеокадры. Но уже в понедельник ограждение со стороны Мюнстерской улицы появилось вновь. Причем вместе с четырьмя бетонными клумбами. Пока правда пустыми, без земли и цветов. Инспекторы ГИБДД предупреждают, что штраф за незаконную парковку в пешеходной зоне составляет 2000 рублей. Данная улица, она считается пешеходной, о чем говорят соответствующие знаки пешеходная дорожка. Вот, в настоящее время тут нарушителей нет. Но в вечернее время, вот, не до самой недобросовестной наши водители проникают на данную улицу. Вот, и как по тротуарам в нарушении тренинга ПДД. Хочется отметить, что данный вопрос госавтоинспекция контролирует. Вот, только за прошлый год было составлено около 200 постановлений за нарушение данного дорожного знака. Хочется призывать всех водителей уважать других участников дорожного движения, потому что мы все с вами бываем пешеходами. Вот, и те места, где можно просто погулять, отдохнуть, чтобы они были без машин. Вот, штраф за данное нарушение составляет 2000 рублей. Получается, что сейчас улица Почтовая стала пешеходной. Интересно, надолго ли? Не постигнет ли эти свежеустановленные ограждения судьба их предшественников? В общем, пока у прохожих Почтовой появился повод для радости. Чего нельзя сказать о соседнем Лыбецком бульваре? Сейчас он фактически превратился в бесплатную автостоянку. А ведь в апреле прошлого года сообщалось о возможном проекте благоустройства Лыбецкого бульвара. Дальше слов в дело пока что не пошло. В общем, чиновникам из администрации Рязани впору подумать, если и не о проекте благоустройства, то хотя бы об установке железных ограждений на Лыбецком бульваре. В небывалую оттепель этой зимушки зимы любители подлёдного лова, несмотря ни на что, вышли на пруды и реки, чтобы добыть рыбку. Большую и малую. Сидели они на своих ящичках чуть ли не по колено в воде. В этом убедилась Наталья Новикова. Морозы сковали льдом реки и пруды. И на них потянулись любители зимней рыбалки. По крайней мере, так происходит обычно. Но, что странно, зимы в этом году, как бы пока и нет, лёд очень тонкий, а вот рыбаки с водоёмов никуда не подевались. Люди должны понимать, что выходя на лёд, тем более вот в эту погоду, всё это чревато происшествием. Вполне может быть, если люди не будут соблюдать элементарных мер безопасности. Много воды на льду, сейчас на внутренних водоёмах. Также хотелось бы ещё отметить, что многие с трудом воспринимают опасность этого. И вот сейчас мы, находясь и снимая этот сюжет, перед нами рыбак, с которым он буквально несколько минут назад разговаривал. Он говорит, ничего страшного. Я всё понимаю, и лёд достаточно неплохой. Для большого количества людей, да, это, конечно, мало. А для меня одного, он вполне подойдёт. То есть, всё-таки, беспечность в отношении к своей жизни и к той не совсем правильной оценке ситуации на водоёмах, она может и привести к несчастному случаю. Ежегодно статистика МЧС фиксирует немало трагических случаев именно в зимний период. По словам Станислава Егинова, в этом году, как и в прошлом, трагедии на замёрзшей воде не происходило, что, скорее всего, просто везение. Ведь нашему народу всё ни по чём. И почему-то каждый рыбак, выходя на тонкий лёд, абсолютно уверен, что именно с ним ничего случиться не может. Рыба-рыба-рыба-рыба-кис Я люблю рыбалку Сколько уж там отчаянные рыбаки наловили, неизвестно. Зато точно подсчитано число нарушителей миграционного законодательства. В Рязани прошёл очередной полицейский рейд по нелегалам. Некоторые его результаты у Оксаны Тебенихиной. Сотрудники полиции в минувшие выходные провели в Рязани масштабный рейд по выявлению нарушения миграционного законодательства. В первую очередь блюстители правопорядка посетили излюбленные приезжими места и прошлись по адресам проживания некоторых из них. Было проведено рейдовые мероприятия, направлены на профилактику преступлений и правонарушений, а также лица, совершающих административные правонарушения преступлений. В основном были задержаны граждане Узбекистана, у большинства которых имелись различные правонарушения. В ходе рейда в отделы полиции были доставлены 170 иностранных граждан, у которых в документах были выявлены признаки нарушений. Добавим, что в результате проверки полицейские составили 25 протоколов об административных правонарушениях, в частности, миграционного законодательства. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как всегда, в эфире программы «Время говорить». Хорошей всем нам трудовой недели и нормальной зимней погоды. Удачи!